Плюсом три десятка человек. За последние сутки число зараженных коронавирусной инфекцией в Ярославской области увеличилось. Ковид точно не помеха. В Ярославле отметили национальный день донора. На станцию переливания крови пришло порядка полусотни человек. Его время наступило. В Ярославле стартовали работы по разбору подводной части затонувшего дебаркадера. Здравствуйте. В эфире «Время новостей» городского телеканала в студии Наталья Пиунова. За последние сутки число зараженных коронавирусной инфекцией в Ярославской области увеличилось на 27 человек. Таким образом, всего в регионе с начала пандемии выявлено 144 заболевших. В Ярославле, Рыбинске, Переславле, Гаврилов-Ямском, Рыбинском, Тутаевском, Даниловском, Ростовском, Угличском, Ярославском, Борисоглебском и Никауском районах выздоровели 12 пациентов на лечении 132. В обязательной изоляции 107 человек. Отмечу, в Угличе двоих соседей больного коронавирусом отправили на карантин принудительно. Решение принял суд. В Ярославле у госпителя ветеранов войн, которые временно перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусной инфекцией, установили палатку для дезинфекции. В ней будут обрабатывать врачи и бригад скорой помощи, доставляющих больных COVID-19. Палатка выделена из резерва регионального МЧС. Она разделена на грязную и чистую зоны с отдельным входом и выходом. Здесь сотрудники скоро избавляются от специальной верхней защитной одежды и проходят дезинфекцию. Подобные строения появятся и в других медучреждениях, перепрофилированных под прием больных коронавирусом. Работники скорой помощи заходят, там стоят баки, дезинфекции. Они все это скидывают, обрабатывают себя дезинфекциями и выходят, готовы ехать на следующий вызов. Это приспособленное временное строение, но на сегодняшний момент оно нас выручает. Сегодня на территории больницы имени Семашко будет установлено временное здание для организации дезинфекции сотрудников скорой медицинской помощи. В Ярославле сегодня отметили национальный день доноров. Свой, можно сказать, профессиональный праздник в областной станции сдали кровь несколько десятков неравнодушных горожан. Как в условиях пандемии коронавируса пройти процедуру безопасно, выяснили мои коллеги. День донора в этом году выпал на непростой период. В разгар пандемии коронавируса, однако желающие спасти жизнь по-прежнему есть. Юлия Жирнова, почетный донор, в праздник сдала кровь в 62-й раз. Приходите, сдавайте, потому что в пандемию люди тоже нуждаются в сдаче крови. Их меньше не стало, больных меньше не стало. Поэтому надо идти, сдавать кровь, ничего не бояться, просто обезопасить себя, дистанцию держать побольше, одевать индивидуальные средства защиты, если кто-то боится, маски. В связи с принимаемыми мерами в областной станции переливания изменилась процедура сдачи крови. Теперь донорам необходимо предварительно записаться. На входе вместе с бахилами выдают маски, измеряют температуру. На каждом этаже санитайзеры для обработки рук. На процедуру запускают небольшими группами. Очередь тоже распределили, чтобы соблюсти расстояние в полтора метра. В анкете появились дополнительные вопросы. У нас есть дополнительные вопросы в анкете, которые обозначают, были ли контакты с людьми, которые сейчас болеют, были ли какие-то признаки ОРВИ в ближайшее время, не приехал ли человек из областей, которые активно болеют. Врачи поясняют, если у донора был контакт с зараженным, в сдаче крови ему откажут. Таких случаев, правда, не было. Ежедневно станцию переливания посвящают около 60 доноров вместо сотни до пандемии. Количество доноров, конечно, уменьшилось, но не критично. То есть мы выполняем все заявки лечебных учреждений. Надо отдать должное, что даже в режим самоизоляции у нас есть доноры. Есть люди, которые готовы прийти, спасти жизнь. Руководство станции добавляет запасов, хватает на обеспечение экстренной службы госпитализации, а также отделений гематологии и онкологии, которые не простановили плановый прием. Ежемесячно кровь сдают свыше 2500 ярославцев. Илья Барабанов, Диана Милорадова, Василий Мосин. Новости города. Власти Ярославля начинают готовить объездные пути на время ремонта последнего участка Тутаевского шоссе. Сегодня о работах рассказали журналистам, заказчики и подрядчики. Общение велось в режиме видеоконференции. Яна Хромова рассказывает. Работы на участке Тутаевского шоссе от Большой Норской до Панино завершаются. До 15 мая уложат нижний слой асфальта и откроют движение. В этот же день приступят к работам на последнем участке, который предстоит капитально отремонтировать. От Панино до Урицкого. К работам мы готовы, техника готова, люди готовы. Планируем завершить все работы в срок. До 10 октября срок завершения контракта. На период работ временно изменят движение общественного транспорта. Это коснется шести маршрутов. Объезжать ремонтируемый участок будут по Урицкого или Колесовой и Ленинградке. Устроят временную остановку на Колесовой у 28-й школы. На время перекрытия мы усилим работу трамвайных маршрутов. Это маршрут трамвая номер 9. Также будет восстановлен, будет увеличено количество единиц на маршруте номер 5 трамвайном. И также мы планируем увеличить количество единиц на маршруте автобуса номер 11. Предусмотрены работы для обеспечения выезда жителей первого микрорайона. Также подцепят асфальтовой крошкой участок проспекта Дзержинского от рынка до Блюхера и участок проезда Шавырина. Планируется и локальный ямочный ремонт объездных дорог. С подрядной организацией будем плотно работать по подъездным и временным дорогам. Особое внимание и ГИБДД обращает внимание на то, чтобы они были в проезжем состоянии. Они отвечали требованиям временным грунтовым дорогам подъездным. Кроме завершения работ по капремонту Тутаевского шоссе, в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ярославле приведут в порядок 20 объектов. Это 25 километров дорог. Как заказчик в ежедневном режиме будет контролировать качество работ всех подрядчиков и главное соблюдение технологии? На каждом локе, вновь, разумевается закрепление куратора, который будет в ежедневном режиме, в том числе и в выходные дни по дежурствам, будут разбиты работы, присутствовать на объектах обязательно и следить за всеми технологиями, которые необходимо отслеживать в рамках приемочных видов работ. Сезон дорожных работ должен завершиться в Ярославле до октября. Яна Хромова, Василий Мосин, Новости города. Ремонты сегодня идут по всему городу. Заканчивается замена коммуникаций перед началом работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начались и капитальные ремонты на теплотрассах. Сетевикам трудиться приходится с соблюдением санитарных норм и правил. Елена Златоустовская озвучит подробности. Отопительный сезон в Ярославле еще не завершен, а вот теплоэнергетики уже приступили к подготовительным работам к сезону будущему. Ремонт идет на участке Ленинградского проспекта от дома номер 65 до тепловой камеры. Здесь еще в прошлом году во время гидравлических испытаний были выявлены многочисленные дефекты. Поэтому участок теплотрассы в 50 метров решили отремонтировать капитально. И таких ремонтов проведено уже в городе немало. «Этот ремонт производится для подготовки к отопительному сезону уже будущего 2020-2021 года. Эти ремонты мы начали в ноябре месяце. На данный момент в Заволжском и Зержинском районе города Ярославля отремонтировано 15 участков». Это порядка 500-600 метров, которые капитально приведены в порядок. На данном участке ремонт идет по давно отработанной схеме. Сначала вскрыли теплотрассу. «Сейчас происходит монтажная работа для подготовки к врезке, которая будет осуществляться во вторник и в среду. Люди останутся с горячей водой, а без отопления останутся минимальное количество времени в размере 4-6 часов». Ремонтники монтируют новые заготовки из предизолированной трубы, чтобы в максимально сжатые сроки демонтировать старую, а затем свести воедино новую систему. А жители близлежащих домов даже не почувствовали бы отключение тепла. Затем будет смонтирована система дистанционного контроля, чтобы всю отремонтированную теплотрассу отслеживать уже удаленно. И это только один из многочисленных участков, которые планируется сделать в этом эксплуатационном районе города в нынешний ремонтный сезон. «Постоянно корректируются планы капитального ремонта. Сейчас добавляются планы по безопасным и качественным дорогам. Потом есть программа дворов, где мы должны обязаны заменить теплотрассу, чтобы больше там не производить земляные работы. Ну и плановые работы». Всего же в этом году в планах теплоэнергетиков сделать капитально более трех километров коммуникаций по всему городу. Елена Златоустовская, Игорь Мосин, Новости города. В Ярославле начали разбирать подводную часть затонувшего дебаркадера. Несостоявшийся плавучий ресторан затонул в прошлом году в акватории «Волги» при буксировке к причалу. Тогда же демонтировали его надводную часть и большинство конструкций второго этажа. Работы на зиму прекращались. Сейчас возобновились. «Проводится пробивка пола второго этажа бетонного основания для того, чтобы добраться до металлоконструкции и начать их резать. После прорезки перекрытия между вторым и первым этажом водолазы приступят к подрезке металлоконструкции стоек. Он, во-первых, лежит хоть и не на судовом ходу, но вместе с тем может затруднять движение маломерных плавсредств. Это первое. И, конечно, нахождение любого затонувшего объекта в акватории «Волги» уже само по себе является экологическим вредом, ущербом». Через полторы-две недели рабочие установят на берегу 150-тонную лебедку и с помощью тросов подтянут конструкции дебаркадера к берегу. На суше их распилят, погрузят на баржу и отправят на утилизацию. До конца мая все должно закончиться. Как пояснил городскому телеканалу по телефону хозяин дебаркадера, столичный бизнесмен Александр Пузанков, его ущерб исчисляется миллионами. Но в суд он не пойдет. Удалось договориться с Ярославским речным портом. Затея с плавучим рестораном потерпела фиаско. Ставить другой объект у речного вокзала он не планирует. Новые способы обмана доверчивых ярославцев придумывают неугомонные мошенники. Они быстро сориентировались в условиях распространения коронавируса. Как не попасться на удочку недобросовестных граждан. Об этом говорим во вторник в программе «На повестке дня». Гость моей коллеги Юлия Тихомировой, начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних управления МВД России по Ярославской области Евгений Селезнев. Смотрите «На повестке дня» в 19.15 на городском телеканале. В Ярославских храмах прошли пасхальные богослужения. В условиях пандемии COVID-19 прихожане соблюдали все необходимые меры предосторожности, о которых население проинформировали накануне. Большинство осталось дома. Главное пасхальное богослужение в Успенском кафедральном соборе возглавил митрополит Ярославский Ростовский Вадим. После запричастного стиха гласили пасхальное послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ну а после богослужения глава Ярославской митрополии напутствовал всех словами проповеди. Христос воскресе! Боище воскресе! Вот уже почти две тысячи лет наша земля оглашается этим жизнеутверждающим приветствием. Сегодня в свой первый рейс из Ярославля в Кострому отправился электропоезд, оформленный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Все четыре вагона украшены стилистическими композициями, среди которых боец Красной Армии, женщина-труженица тыла, орден Отечественной войны, знаменитая Т-34-ка, знамя победы и, конечно, Георгиевская ленточка. Центром служит паровоз, скромный труженик, без которого победа была бы невозможна. Поезд оформлен четырьмя молодыми ярославскими художниками в течение трех недель мотора вагоном ДПО в Данилове. Запуск электропоезда – дань признательности подвигу железнодорожникам, на чьи плечи пал огромная нагрузка по фронтовым перевозкам. Тематические вагоны будут курсировать от Ярославля до Александрова, Костромы и Данилова. Я хочу сказать, что мы эту работу восстанавливать не будем. У нас в планах еще четыре вагона с такой же тематикой запустить в целом на территории Северной железной дороги. Это Коми-Республика, Архангельская область, Вологодская область. Поэтому мы эту работу к 9 мая еще будем продолжать. И я считаю, что мы ее, конечно, сделаем как положено. Ярославцы читают в стихи о войне проект городского телеканала «Непобедимый», посвященный юбилею Великой Победы. Автор – режиссер нашей телекомпании Алексей Гурин. В поэтическом цикле – долгая дорога потери и страданий. В каждой российской семье есть свой герой, свой воин, свой солдат. В посвящении народному подвигу соединились известные в городе люди разных возрастов и профессий. Проникновенно и трепетно они читают бьющие прямо в сердце строки. Отдельные главы уже в эфире. Целиком проект «Непобедимый» городской телеканал покажет 9 мая. Майская акция «Бессмертный полк» пройдет в Ярославле в онлайн-формате. Принять участие могут все желающие. Для этого необходимо сделать фото своей семьи вместе с портретом родственника ветерана. Или записать рассказ о нем на видео и поделиться в соцсетях с хэштегами «Бессмертный полк дома», «Мой полк дома», «Бессмертный полк 2020». Только в этом случае пост из ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм автоматически попадет на сайт «Бессмертного полка». Массовое шествие состоится в дальнейшем, в день Парада Победы, но уже после отмены коронавирусных ограничений. И теперь к спортивной части. Ярославский теннисист Александр Шибаев сохранил позиции в мировом рейтинге представителей настольного тенниса. Сейчас он занимает 83-ю строчку, что является вторым показателем среди россиян. Среди женщин Ярославна Мария Маланина поднялась на два места по сравнению с прошлым месяцем и закрепилась на 206-й позиции. Среди россиянок спортсменка занимает седьмое место. Ярославцам в режиме онлайн расскажут про спорт. Во вторник в 15 часов на официальной странице мэрии в Инстаграм состоится прямой эфир с Александром Легусом, начальником управления по физической культуре и спорту. Вы сможете задать вопросы и узнать все самое интересное. Ключевые темы для обсуждения – работа в спортивных учреждениях в условиях пандемии, как записать ребенка в спортивную школу, планы по возведению новых спортивных учреждений, сдача норм ГТО и как заниматься спортом бесплатно. Городской телеканал и издательский дом «Ярослав Мудрый» начинают трансляцию серии фильмов «Люди с земли Ярославской». Проект посвящен великим землякам, вошедшим в Золотой фонд исторических деятелей России. Первый фильм – о Николае Алексеевиче Некрасове. И вот опять они – знакомые места – Карабиха, Вятская, Грешнева, Абакумцева. Ярославские истоки – великой поэзии. Вместе с авторами фильма посетим заповедные места, воспетые Некрасовым, и восхитимся их неувидающей красоте и силе. Фильм «Николай Алексеевич Некрасов» выйдет в эфир городского телеканала 25 апреля в 12 часов 30 минут. Это все, что я успеваю вам рассказать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok